Добрый день. Ко мне может обращаться Александр Борисович, или просто товарищ майор. Меня попросили рассказать вам про историю военно-болевой хирургии. За час ни одну тему всерьез раскрыть, безусловно, не получится. Поэтому я бы, наверное, начал с того, что я спросил бы вас. Кто из вас что слышал про военную медицину, и как бы слышал, и хочет получить ответ на вопрос, который тогда, может быть, еще не задался? У кого-нибудь из вас есть какие-то вопросы? Вы же смотрели фильмы, читали книги в ревниках. Ни у кого. К преподавателям это тоже относится. Нам очень много хотелось узнать о военной хирургии. И первый вопрос. Какое вы получили образование, чтобы говорить о военной хирургии? Вы знаете, неочевидно. У меня самообразование примерно с 2009 года. У меня небольшая, скромная библиотека примерно в три сотни тому. То есть вы самоучка? Да. Но тем не менее, после моих рассказов мне периодически подходили люди и говорили коллега, а где вы работаете, какая у вас специализация. Я им говорю, что моя специализация это и у них сервера, а мне говорят, что нет, а в медицине. В целом, врачи, которые слушали мои рассказы, ошибок им являются. Очень хорошо. Я прекрасно понимаю, что я, допустим, не могу поставить диагноз, не могу назначить лечение. Именно это категорически не хватает информации, знания. Но когда мне ставят диагноз, назначают лечение, я могу задать вполне разумные с точки зрения врача, точнее, я ищу и вопросы. Я не мальч, но я точно так же делаю. То есть вопросы, то есть пока нет. Фильм «Резкая крепость» вы смотрели? Да, да, смотрели. Вот сам по себе фильм очень сильный, правильно? Да. Но, к сожалению, это очень характерно для кинематографа вообще, не только нашего, и для литературы. Там все показано хорошо, все показано достоверно, все показано правильно, а медицина на сдачу. Что там делает врач с полевым ранением? Да, стоят поле. Поле, стоят. Николай Иванович Пирогов. Знаком вам такое имя? Да, знакомый. Николай Иванович Пирогов. Отец русской хирургии. Основоположник военно-полевой хирургии. По опыту Крымской войны, кто помнит, когда Крымская война была, хотя бы с точностью до 10 лет? Никто не знает. Крымская война, это 1853-1856 годы. Это несколько неудачная попытка России вмешаться в дела Османской империи, которая привела к войне с коалицией из Турции, Англии, Франции и немножко на сдачу Сардинского королевства. Тогда еще не был в Италии. И вот по опыту этой войны Пирогов категорически предостерегает от попыток выдергивать пуль. В 1941 году попытка выдернуть пуль, ухватив ее зажимом, это, в принципе, уже практически профильный ужас. Но насчет она, наверное, с Николаем Ивановичем Пироговым. Начал свою медицинскую карьеру Пирогов внезапно с подделки документов. Его отец попал под следствие в связи с хищением казенных денег. Он не был обвинен в соучастии, но был обвинен в небрежении. Он проглядел преступление телопочиненного. Лишился места и вскоре умер, как тогда говорили, от удара. Но понять было, что это факт или инсульт, скорее всего, это было что-то одно из двух, но понять, что это другое, он уже не мог. Оленька Пирогов, чтобы не быть обузой семьи, поступил в Московский университет на казенный кост по совету своего домашнего дома. И чтобы поступить в университет, он приписал себе лишний дюйм. Закончил он университет одним из лучших, хотя это был для российской науки очень сложный момент. Это был момент, когда внезапно очень начали следить, чтобы изучение науки не повлияло на религиозность. Как раз в Казанском университете примерно в те годы с панихидой похоронили анатомический кабинет. Что такое панихида, вы знаете, да? Так, если кто-то не знает, поднимает уху в Проскову. Панихида – это церковная служба, сопровождающая похороны. Правильный с точки зрения христианства – похорон. Чувство юмора у Господа никто не отменял. Анатомический кабинет хоронили прямо целиком, не разбирая, кто где, поэтому с панихидой по православному обряду были похоронены и коровки, кости, и лошади, и даже левушечки. Но, тем не менее, некоторое время в России строение тела изучали на платках. То есть преподаватель прикладывал платок и говорил, вот так идет мышца. Ампутации учились на плече, кровопусканию, на пустину. Сам Бирогов говорил, что за время своего учения он не разъял ни одного трупа, не выполнил ни одной операции. И его это, в принципе, как и всех остальных, устраивало. В конце жизни его это удивляло, тогда все оказалось нормально. Несколько лучших учеников, закончивших Московский государственный университет, должны были отправить в Европу, посмотреть на лучшие образцы европейской хирургии. А перед Европой они отправились в такую вот, не совсем Европа, но не совсем Россия. Город Дерпт, в котором был Дерптский университет. И за этот университет Дерпт называли Ливонскими Афинами. Почему Ливонскими, кому-то непонятно? Непонятно. Эта территория называлась тогда еще вполне Ливонией. То есть Эстония, Латвия и Литвы тогда не было еще в проекте. А Ливония была названием уже несколько архоничным. Ну, про Ливонский орден вы слышали наверняка. Да? Ну, вот это были земли, которые когда-то принадлежали Ливонскому ордену. Потом в итоге отошли к России. Да, вы прочитали мою мысль. А Афинами называлось именно за Центр науки и культуры. Дальше в Европе происходили революции, происходили беспорядки. Дальше Дерпта студенты не уехали. Но в Дерпте Пирогов увидел настоящую науку, настоящую медицину. И совсем прилежанием стал ей заниматься. Его диссертация на звание доктора, ну, то есть, говоря на нижнем языком, дипломная работа, была настолько интересной, что была перепечатана в нескольких немецких журналах. Пирогов впоследствии должен был получить место в Москве, но заболел. Поэтому следующим местом у него был Петербург. И Пирогов был не первым в мире, не первым в России. Когда вам будут рассказывать, что Пирогов изобрел наркоз, это, в общем, выдулки. В 1845 году, впервые в мире, было произведено успешное обезболивание при операции. Причем почти одновременно появилось три способа обезболивания. Хлорофон, эфир и затись азота. Ну, про веселящий газ вы слышали, да? Ну, то есть, затись азота может использоваться, как, кстати, и эфир не только для обезболивания, но и, скажем так, в развлекательных целях. Хотя, в общем, большой пользы ни от эфира, ни от затись азота при этом нет. Но в те времена затись азота баловались, именно надышали затись азота, и всем весело. И один американский врач обратил внимание, что человек, который под действием затись азота приносил весело прыгать, упал и сильно ушибся, боли от ушиба не ощутил. И, собственно, затись азота и хлорофон стали первыми средствами обезболивания при хирургии. Совсем незадолго до этого. Один из крупнейших французских хирургов, писал буквально следующее. Устранение боли при операции, химера, о которой непозволительно дожил. Пирогов не был и первым в России, кто применил наркоз. Пирогов вообще начал исследование эфира с того, что произвел несколько десятков наркозов на здоровых добровольцах, в том числе и на себе. А для чего он это сделал? Кто-нибудь понимает? Для того, чтобы понять, что чувствует больная больная операция? Нет. Для того, чтобы понять, что здоровому человеку эфир не наносит предатель. Это первое, что он проверил. Потом он сделал несколько операций под эфиром. И в 1747 году был послан на Кавказ. Там шла очередная Кавказская война. Пирогов был при осаде Аула Салды. Осада примечательна только тем, что Пирогов во время этой осады вторым до первых в мире применил обезболивание в полевых условиях. Почему вторым на первых? За полгода до Пирогова в Америке, во время войны с Мексикой, был применен наркоз в полевых условиях. Но по каким-то причинам, которые мы уже не узнаем, врач, который это сделал, на какого-то особого значения этому не предал. Отчет его был извлечен из архивов буквально в начале этого века. Через полторы сотни. Пирогов провел двести операций под эфиром в полевых условиях и сдал отчет. И, собственно, именно с этого отчета я бы отсчитывал современную военно-полевую хирургию и вот как раз историю наркоза в полевых условиях. Так, господа товарищи, вам вообще оно неинтересно или вы начинаете скучать? Если у кого-то возникают какие-то вопросы, вы спокойнее поднимаете руку, потому что мы, в принципе, можем перепрыгнуть и любить. Правда, что-то ярко вели по голове? Нет, по донору в поздние времена, потерявшего сознание пациента, обязательно приводили в себя. Но чтобы убедиться, что мы оперируем мед. Рауш-наркоз – это эфирное или хлоретиновое оглушение. Когда дается такая доза эфира, что пациент не засыпает, не теряет сознание полностью, но боль он больше не чувствует и вот эта вот спутанность сознания, она похожа на опьянение или оглушение. Соответственно, от термина рауш-наркоз, то есть в боксе термином рауш тоже означается именно оглушение от ударов коглотоке без потери сознания, без падения. Это просто вот так вот прошлись по цепочке терминов и неправильно рассказать. То есть я не встречал ни одного упоминания в литературе о таком наркозе. Я встречал несколько упоминаний о том, что потерявшего сознание пациента приводили в чувство, чтобы продолжить операцию. Крымская война с самого начала пошла совсем не так, как все ожидали. И в принципе она до самого конца шла, была полна неожиданностей. Например, английский флот был под Архангельском и даже пытался высадиться около Шаловецкого монастыря. Монахи внезапно вытащили пушки двухсотлетней давности. Англичане подумали, подумали, посмотрели, что в них стреляют, наверное, и хотят убить его кто-либо своей. Английская попытка взять Петропавловск-Камчатский закончилась вообще неожиданно, вплоть до самоубийства руководителя экспедиции, от полной неудачи. Попытка демонстрировать около Санкт-Петербурга привела, наверное, к самому яркому одиночному безвозу той войны. Один из английских офицеров собрал группу офицеров вокруг выловленной русской морской мины и сказал, господа, смотрите, это русская мина. Видите вот этот колпачок? Если по нему ударить, то больше он ничего не сказал. А? Да, то есть, чем он думал, когда стукнул по колпачку, не знает никто. Возможно, вообще ничего. Но центральными событиями войны была первая оборона Севастополя. Преодолевая огромные с обеих сторон трудности, русская армия Севастополь защищала, а англо-французская, немножко турецкая, немножко на сдачу сардинская армия, Севастополь осаждала. И в ходе этой войны первое, что произошло с этих сторон, моментально перегрузили в госпиталь. Сражение при Алиме, первое крупное сражение Крымской войны, дало примерно столько раненых, сколько всего было коек во всех госпиталях Крыма, от Керчи до Евпатории и до Керчинка. Но при этом, по тем временам, примерно треть госпиталей во всех армиях стабильно были заняты больными. В тогдашней армии болели очень много. И по оценкам Свечина, в русской армии того времени потери от болезней были, ну в принципе, да даже в мирное время, потери от болезней были таковы, что Николаевский солдат после 10 лет службы, это одна из реформ, еще Николая Первого, после 10 лет службы солдат уходил в запас. В среднем 10% армии в год умирало от болезни, либо диссертировало. Поэтому через 10 лет Николаевский солдат уходил не в запас, а на инвалидность, если не на кладбище. В общем, после первого же сражения госпитали катастрофически перегрузили. Организация медицины была такова, что никто даже не представлял себе, с какой стороны подходить к такому количеству ранен. И впервые события на фронте, судьба ранен, привлекли активное деятельное внимание общества. Почему я так подчеркиваю деятельное внимание? «Войну и мир» вы читали, наверное, еще не все. Я думаю, что даже когда она будет у вас в программе, не все ее осилили. Книга очень большая, очень тяжелая. Но там упоминается такой момент, когда мы щипали корпию для раненых. Что такое вообще корпия и зачем ее щипать? Корпия – это такой перевязочный материал до ваты. То есть брали старые ветхие простыни, ветхое полотно, и его рассчитывали на минки. Учитывая общую организованность всего, учитывая общее понимание, корпия по большей части сгнивала на складах. Но вот дамы не могли собраться там за вышиванием, или за какой-то беседой, потому что военное жеремо, но они могли собраться, щипать корпию, вести те же самые свои беседы. Это был такой общественно одобряемый в меру патриотический вид досуга. Во время Крымской войны дамы из низшего общества не ограничились пассивной роли, они поехали фактически на фронт. Это крестово-здвиженская община милосердных сестер в России. И полгода спустя Флоренс Найтингель и ее общество из армии. В чем была гигантская сила вот этой крестово-здвиженской общины? Это были дамы из высшего общества. Это были дамы, мужья которых по рангу превосходили, или как минимум были равны любому офицеру, включая плодокомандующего в Крыму. Это были люди, которых нельзя было просто так поставить, сказать, это не ваше дело, идите отсюда. Они всегда начали следить за тем, чтобы служители не воровали еду. И внезапно, при тех же вроде бы нормах закладки, раненые стали питаться гораздо лучше, потому что до этого пробовали все, включая опечатывание котлов. но даже это не помогало, каким бы образом могли ли вырывать несопечатанных котлов. Интенданты жаловались на то, что нет палаток, нет одеял, нет котлов, нет кровати, нет ничего. И вот, к какому интенданту подходит Великая Евгения, и говорит, давайте мы вместе пройдем по складу и посмотрим. Внезапно обнаруживалось все, обнаруживались котлы, обнаруживались одеяна, обнаруживались палаты. Одного аптекаря в Симферополе община милосердных сестер добивала до самоубийства. Выяснилось, что он в огромных количествах воровал аптечное имущество, и в выборе между пулей и судом он выбрал пулей. Пирогов по этому поводу написал, жаль, что всего одного. Тогдашней нормой было, что врач выписывал требования на медицинское имущество в количестве втруе больше, чем ему отпускали. Куда девались остальные две трети? По документам отпускалось втруе больше, чем было фактически получено и оплачено. Соответственно, по запискам от врачей поступала оплата из казны, а стадо уже делили между собой ученики. При отсутствии серьезного, качественного учета, качественной системы релизии, такая простенькая схемка работала просто великолепно. Опять же, до тех пор, пока не пришли люди, которых нельзя просто поставить, они начали пыли. Пироговы они взяли с собой, потому что они прекрасно понимали, что просто женщины из высшего общества, даже умные, даже порядочные, не разбираются в медицине. И выбор пал на врача, который уже имел военный опыт, который уже был европейски известен. И сами того не зная, они подвезли с собой будущую военно-полевую хирург. есть такая книга героя Малатова Пургана Луи Пуссына. Вообще, Луи Пуссына, это, насколько я знаю, основоположник подросткового предвещенческого романа. Это человек, который просто придумал ловый жадок литературы. У него есть очень интересная и с медицинской точки зрения интересная еще книга Капитан Сарби Голова. Книга героя Малатова Пургана у нас менее известна. Она практически не издавалась. Как вы думаете, почему? Потому что книга героя Малатова Пургана была посвящена героям Крымской войны. Но о каких героях Крымской войны писал Луи Пуссына? Кто может догадаться? Луи Пуссына у нас был француз? Француз. Поэтому книга героя Малатова Пургана рассказывает о героических французских солдатах, сражавшихся под Севастополь. Книга на самом деле без шуток весьма интересная. Надо понимать, что Вуссына рассматривал русских не как врага, но как противника. Вы понимаете разные суда? Если кто не понимает, то принимает какую-нибудь конечность. В чем тут разница? Хорошо, кто скажет, в чем разница между врагом и противником? А? Никакой. Большая? Враг это тот, с кем мы не можем существовать на одной земле. А противник это тот, с кем нас судьба свела на разных сторонах. Вот она разница. То есть сегодня мы противники, завтра мы будем на одной стороне. И собственно мы во время гражданской войны в США Северян поддерживала Францию и поддерживала Россию. И во время Второй Мировой войны Россия и Франция тоже были соединены. А можно мы кнемся немножко к кончату, иначе наши лекции с Татошей был разбирал их неудовец на крепость. Да, мы там только один эпизод. Да, мы говорили о том, что врач, который подъемнивал пулю, он автоматически признавался как непригодователь. Да. Можно поподробнее с этого момента? Отдавайте. И я думаю, что можно плавно перейти к тому, с чем же руководство того крема. Ну вот то, что было. Вот поменяю здесь предметы, которые можно будет подойти и посмотреть потом поближе. Вообще, при в равных оказании первой помощи, вы, наверное, все об этом слышали, раму нельзя промывать, нельзя прижигать, нельзя зашивать и нельзя извлекать инорудные тела. Если кто-нибудь все забыл. Почему раму нельзя промывать? Если речь идет по царапине, то, в принципе, промыть ее ничего страшного, хотя не обязательно. Если мы говорим про огнестрельную рану, раму всегда рванно-пушибленную с какими-то карманами, затеками, оторванными кусками ткани. Во-первых, мы не можем ее промыть без фигургической обработки всего. Во-вторых, мы скорее рискуем занести грязь внутрь раны. А вообще по поводу промывания ранок полевых условий, советское руководство 1942 года прямо писало, попытка промыть ранок полевых условий, как правило, сводится к смыванию грязи с окружающей кожи в рану. Почему раны нельзя прижигать? Потому что прижигание раны это дополнительная травма без какой-либо заметки полосы. Зашивать рану нельзя, потому что нельзя закрывать отток раневому обделяемому, а инородные тела извлекать нельзя, потому что мы не знаем какой формы там инородное тело, за что оно зацепилось. Попыткой вытернуть инородное тело мы можем порвать нерв или сухожилие, мы можем порвать сосуд, и мы можем выдернуть инородное тело, которое рассекло сосуд и закрыло его. То есть выдернув инородное тело мы можем получить совершенно произвольную травму, а можем получить немедленно сильное артериальное кровоотечение. Поэтому инородные тела при первичной хирургической обработке можно снимать свободно лежащие. То есть скальпелем раны раскрываются и если мы можем просто пинцетом взять пулю и снять или осколок, да, это имеет смысл сделать. Собственно вот они правила. Вообще вот здесь вот у меня некогда количество инструментов реальных того времени. Давайте подойти, давайте на него можно просто подойти и посмотреть может у вас еще и куча вопросов подняться. Сейчас посмотрю вот обратите внимание вот здесь вот на пинцете есть клеймо и у многих его можно сделать. Это пинцет 1942 года. Вообще инструменты где-то между 1941 и 1952 годом практически не встречаются потому что в коллекциях лежит либо то, что произведено перед войной и на войне не побывало за редким исключением либо то, что произведено после пресс-вьем на войну немедленно шло в работу и, естественно, немедленно утрачивалось. Вот это вот зажим. Зажим системы ПОФЕРА. Их было несколько разных вариантов. Это все можно держать аккуратно и еще. Вот так выглядел напор для венесекции, то есть для рассечения вены, если нужно в нее попасть, а она слишком спалась, чтобы это можно было сделать иглой. Вот это аналогичный немецкий напор, совсем маленький, я бы сказал, почти дамский после его комплектации. Обратите внимание, на стандартный хирургический скальпинг того времени, клеймо здесь именно. На иностранных инструментах почему-то клейм я не встречал почти никогда. То есть там есть клеймо воспроизводитель, но нет клеймоходов. По кругу. Все хотели посмотреть. А это, соответственно, маленький немецкий скальпинг, это такое дамское европределие. А это меня уже спрашивали. Это зонда. Существовало много вариантов зондов. То есть вот буквы 1000 вот такой зонд. Для чего такое нужно? Вот это желобоватый зонд. По желобоватому зонду рассекают что-то, если нужно очень осторожно не попадая в глубину рассечь. Например, по желобоватому зонду рассекают трогную мозговую оболочку. зонду вот 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 ключок используется для подведения аллигатуры то есть нити под кровеносные сосуды. Мы вот так вот его подвели, провели нитку, вывели и можем завязать нитку. Вот этот зонд кукол 4 иногда используете для того, чтобы пощупить что-то проник плохая и опасная кастерка. А так мы на него намазываем какую-то шутебалку или что-нибудь пижерек. И вот это служит для расслонения ткани. Нам иногда нужно не разрезать ткани, а аккуратно их между разрезом и разрывом. Поэтому в отличие от скальпеля, вот со скальпелем вот так не делаем, а с этим вот так сделать можно. Он почти осный. Про масляные бумага правильно сказано для хранения. Это инструменты с хранения. То есть в те времена инструменты делались не все из хирургической стали. Итак, хирургической стали не было. Была уже нержавейка. Но нержавейка подходила не для всего. Например, скальпель из нержавеющей стали не делала. Тогдашняя нержавеющая сталь не держала заточку, она крошилась при попытке ее поэтому скальпели часто были хромированы. Хромировка от влажности со временем сходит. Поэтому вот так смазали толстым слоем масла специального смазочного замотали бумагу промаслянную и оно хранится в углу. Про 10 тысяч лет не знаю, но 100 лет прекрасно пролежали. Это у нас часть малого перевяточного набора стояга. А это комица. Это коробочка, в которой лежат хирургические крибы. Иглы кривые, плоские для работы и выдержания. Что у нас входит с малой перевяточной набором? пинцеты. Много пинцетов. Вообще зачем так много пинцетов? Как вы думаете? Андрей, что по этой части тела? Смотрите, пинцеты это тот инструмент, который чаще всего меняют. Вот мы сняли пунт пинцетов и пинцет мы бросили, потому что пинцет приятный. Вот мы раскрыли кожу пинцетом, чтобы ее рассечь. Пинцеты бросили. Пинцеты расходятся с огромной скоростью. Зажимы чуть медленнее, но, допустим, если мы посмотрим на любую непослоповочную фотографию операции на животе, мы увидим, что там вокруг раны на животе лежит десятый зажим. Потому что каждый кровеносный сосуд должен быть пережат зажимом, чтобы не было классическим. Точно так же скальпелем. То есть при любой операции, на любую самую малую операцию, нам нужно как минимум два скальпеля. Одним скальпелем мы рассекаем кожу, отложили скальпель, другим скальпелем мы операцию продолжим. Если мы попали в какую-то загрязненную вноенную область, мы опять меняем скальпель в связку, похожую мы и сделаем. Таковы требования ассептики без гнилостного способа лечения. А это еще один вариант зонда. Для чего нужен вот этот механик, для просты нишки, честно. А это все тут же желобоватый зон для обратного рассечения. То есть нам, допустим, нужно добраться до вены, мы проводим между кожей и веной вот этот скальпел, выбираем этот зонду, и скальпелем рассекаем кожу, заветом даже не поцарапав вену. скальпелем две штуки, совсем маленькие, а тут похоже на четыре. А это вот бритва. Просто опасная, не совсем просто опасная бритва. У нее, обратите внимание, нет никаких украшений, нет гравировок, нет деревянных накладок, нет роговых или пластмассовых. Почему тут нет никаких украшений? Кто объяснит? Начинаем. Ну, нужные, например. Нет, потому что мы эту вену будем стерилизовать подряд к хирургическим структу. Ну, потому что да, пациенту бывает в нужной комнате. Вот перед нами типичная рта, которая будет средств, которую она преднапевает. только осторожно, она острая, как бритва, пальцем не трогая. Ну, лезвие пальцем не трогая. А если она что делает? Точит. У меня есть в коллекции и ремень для правки бритв именно из медицинского набора, и камень для правки бритв. Точим на камне брать на ремне, со скальпелями то же самое, более того, иголки шприцов тоже точнее. Сейчас не такими бритвами. Бриться опасно в бритве сейчас это немножко чудачество. На самом деле это было. Старые щетины очень хорошо срезали. Ну, даже как люди допустим самокрутки бедные, даже машинки доскручивали сигареты. Самодержанство? А, сразу. Ну, то есть, смотри, ну, короче, есть прям машинка, которая позволяет прямо взял насыпку, прям скрутил и пальцами, а прям вот машинка. То есть, преподавателю, если интересно, тоже можно подойти и пальцами подробовать. Что это? Это? Это не было держатель. и зажимаем. зажим. Я не буду вот, у меня здесь есть условия присоединения, я сейчас не буду водить заимствовать. Ну, то есть, вот мы проводим, будем завязывать. Более быстрый вариант. Я чисто на позже ушла, я вам сейчас покажу. То есть, если мы шьем не глубоко, если мы шьем только позже. Есть такая штука, называется она скобка мишеля. Вот они у меня современные, они ничем не отличаются вот так. И вот у меня есть специальный рецепт для их наложения. Вот мы взяли. Вот мы взяли. Вот мы взяли. Вот мы взяли. Этим пинцетом я еще не накладывал, я совсем недавно его нашел. А, тут, на самом деле, это породнее место. А вот этим вот, обратите внимание, тоже свойство наложения скобок. Видите, этот пинцет удобнее. То есть, вот этим взял, он сам держит. А вот этим нужно придерживать. Зато вот здесь, если мы подойдем к вопросу с другой стороны, есть съемник для скобок мишеля. Причем, одним из достоинств этих скобок, особенно в военное время, является то, что их можно выполнить и использовать повторично. Мы его вот так вот взяли, аккуратно поджали. И можно использовать, два-три раза их можно использовать. Да, это такой шелепоновый, очень базовый тренажер для наложения швак. Сейчас, секундочку, мы сейчас и к этому перейдем. Это, судя по всему, очень военное. Это американский карманный набор инструментов. Но, вообще, карманный набор инструментов, это либо для амбулаторного приема, то есть, вот этим вот набором там можно вскрыть фрунку, либо как пистолет. То есть, в общем, из того, он в бою бесполезен, но если у человека пистолет, значит он начинает. То есть, что мы здесь видим? Мы здесь видим зон, уже знакомого у вас типа, да? Мы здесь видим более современного типа иглодержателя. То есть, вот такой вот иглодержатель считается более удобным. Таким удобно вязать узлы. Ну, вообще, вот, опять же, я не врач, поэтому не могу судить. Ну, вот такие вот звезды, они даже не вот такими, а без фиксатора, без демольера. Вот, вот, сбежали. Ну, пробелись. Разжали. Зажимы. Зажимы чуть-чуть другого типа. Существует много вариантов вот таких вот провосстанавливающих зажимов. Сейчас в основном используют так называемые маститы. Вот эти вот ближе к соблюденцам, чем те, что у меня. Есть нож? Отлично. Это ручка от скальпеля. Одноразовый скальпель. То есть, мы его нащелкиваем и используем. Он занимает меньше места, он легче, он проще. Разрезать. 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 Скальпели режут. Вот скальпели режут. Плюс вот в таком вот виде их удобнее засылать в работу. И цепь зона. И еще два зажима. И здесь была такая ручка, которая для меня уже не дошла. Вот здесь вот у нас лежит шкульт эспарка. Я не буду эту коробку подпоровать, потому что шкульт высох, окаменел и крошится. Я на него даже смотреть нижний раз не хочу. Так, поскольку у меня тут много раз будет, чтобы наступило время... Если у кого-то есть какие-то прям вопросы, то их можете мне задать все. А вообще у меня здесь уже больше суток рассказывает о истории об оболевой ситуации на Ютубе. Это вообще канал Трайди Интерес. Там люди рассказывают очень много о чем-то. А это ключики для извлечения вот этой сетки из переда. Если это царапинный порезок, то нервами нет из нем. Ну, смотри, если чистый порезок промыватель неспорезно, это в основном кровь, а если это грязный порез, то его нужно прожить. И вот это промывание ничего толком не дает. В принципе, если у нас до врача больше шести часов, то, допустим, залить кровь ксидином. Вот. Йодом на раму нельзя. Йодом имеется обвести раму, чтобы грязь с кожей не попадала на раму. Но вообще, если порезок, если рам сколько-нибудь серьезно и нужно врачу, а если мелочь, то ее нужно закрыть сухой стерильной повязкой. То есть, лейкопластырь тоже повязка может быть. То есть, с точки зрения бисмургии, учения повязки лейкопластырь – это лейкопластырная повязка. То есть, закрыть стерильной повязкой, ну и ждать, пока закроется. Если она поверхность, то есть она ненабору может сидеть. Если повреждены пальцы, если у нас сопроводные повязки и угол палец, то тут однозначно врачу, потому что в пальцах очень много тонких мышц, и потеря любого из них, они маленькие, не мгновенно занимаются любовью, это инвалидность. Потому что почти все движения, которые делают человек, можно делать двумя разными мышцами. То есть, поднятие руки можно делать, в принципе, вот так. Если нет силы поднять руки, то вот так, вот так. В пальцах каждая мышца уникальна или другая. Поэтому, кстати, всякие понодельцы под ногтевые наглядения, ни в коем случае, чем визажах образовываются. Потому что там зубы чуть-чуть впустили, и бац, все. Время? Так, ну что, спасибо за внимание. Спасибо большое. Надеюсь, что вы сидите. Пишите на вопрос. Спасибо. Спасибо. П Продолжение следует...